Информация о стихийных свалках была собрана благодаря рейдам сотрудников администрации Черкеска. Кроме того, подобного рода обращения и жалобы от горожан поступают и на сайт нашей телекомпании. В частности, поводом для проведения субботника на этом месте послужило электронное письмо, полученное на сайт столицы КЧР.ру от имени жителей дома по улице Ленина, где когда-то располагался магазин Эльбрус. Еще недавно здесь была гора мусора. Сегодня после наведения порядка можно наблюдать совершенно иную картину. Стоит отметить, что только из жилого сектора за первый день субботника было вывезено 172 кубометра мусора. Причем отходы вывозили тоннами. Для разборки свалок в этот день была привлечена не только соответствующая спецтехника. По распоряжению мэра города Черкеска Руслана Тамбиева, в этой работе были задействованы большая часть сотрудников спецавтохозяйства города Черкеска и сотрудники городских управляющих жилищно-эксплуатационных компаний. В общей сложности в субботнике приняло участие около 7 тысяч человек. Строительный мусор, старую мебель и другой хлам, который не помещается в контейнеры, нерадивые горожане по привычке складывают возле мусорных контейнеров. Или, как в этом случае, по улице Комсомольская, 32, строительный мусор уже больше двух недель высыпан прямо около дома. По закону, такие отходы жители домов обязаны сами вывозить на мусорный полигон или же обращаться в спецавтохозяйство. Многие люди сейчас приобретают жилье, делают ремонт, или приобретают жилье, переводят его в магазины или в другие специализированные учреждения. При этом они забывают, что ремонтные работы они должны проводить за свой счет. И вывозка мусора тоже производится за свой счет. Они могут пройти в специализированную организацию или в САХ, или в управляющую компанию, заключить договор, оплатить деньги в кассу предприятия, и предприятие вывезет их строительный мусор в полном объеме. Получается сегодня у нас, что люди вечерами или, скажем, в то время, когда уже дворника нету, выгружают мусор в контейнера. Строительный мусор, естественно, тяжелый, контейнер неподъемный. Спецпредприятия, которые вывозят, они не могут поднять контейнер. И получается, что этот контейнер уже груженный, и на этом месте образовывается свалка.